Предложений о повторных ударах по Сирии нет. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. По его словам, союзники обсудят такую возможность, но лишь в случае повторного применения химоружия в Сирии. США, в свою очередь, планируют ввести очередные санкции против ВРФ за поддержку режима Башара Асада. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на письмо посла США Джона Хансмана в российский МИД. Тем временем Совбез ООН отклонил резолюцию, внесенную в Москву относительно ракетных ударов в Сирии. Большинство стран встали на сторону Вашингтона. А эксперты обсуждают, была ли атака эффективной или просто демонстрацией силы. Американские удары по Сирии в израильских медиа сейчас тема номер один. Мнения полярные. Одни считают удары слабыми, дескать, от них никакого толка. Другие говорят, что это было послание от Трампа лично Асаду. И оно вполне недвусмысленное. Не переходить красную линию. Но сам факт ударов в Израиле поддерживают практически единодушно. Израиль полностью поддерживает решение президента Трампа. Вчера вечером я говорил с премьер-министром Терезой Мэй. Я сказал ей, что важное международное послание, переданное с помощью этих ударов, говорит об абсолютной нетерпимости к использованию запрещенного оружия. Главный союзник Асада Россия пыталась провести через Совбез ООН резолюцию, осуждающую применение силы против Сирии. Резолюцию отклонили большинством голосов. За проголосовали только Россия, Китай и Боливия. Господин президент, позвольте мне настаивать на том, что удары являются необходимым ответом, учитывая химическую атаку в Сирии. Этот ответ в соответствии с законом и нашей политической стратегией, которая должна положить конец сирийской трагедии. Относительно эффективности ударов Белый дом и Пентагон говорят, они-то достигли своей цели. Инфраструктура производства и хранения химического оружия, если не уничтожена полностью, то как минимум серьезно повреждена. В доказательства приводят спутниковые снимки исследовательского центра вблизи Дамаска. Там разрабатывали отравляющие вещества. На снимках видно, что комплекс полностью разрушен. Если использовать футбольную терминологию, то в этот раз американцы выступили на Ближнем Востоке в роли эдакого арбитра, который показал Асаду карточку, но не красную, а желтую, то есть попросту предупредил. Вряд ли в Белом доме хотят смещения сирийского диктатора, особенно учитывая печальный опыт вторжения в Ирак, потому что прекрасно понимают, что за этим последует развал страны, хаос, новый халифат, а значит новая война. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер.